Станция предварительной аммонизации воды практически готова к пуску. Руководство Нижегородского водоканала и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посмотрели, как идут работы. Важность этого объекта крайне высока. Крайне важно, чтобы население Нижнего Новгорода получало качественную воду. Соответственно, эта установка предназначена для уничтожения возможных сгрязнений, вирусов, которые объективно могут находиться в речной воде. Это современная установка. Она заменяет старую установку, которая находится неподалеку отсюда, и которая морально уже и технически устарела. Подобные сооружения были установлены на станции и ранее, но они морально и физически устарели. Поэтому сейчас современное оборудование для предварительной аммонизации с автоматизированным дозированием и введением реагентов в воду смонтировано уже на всех водопроводных станциях АО «Нижегородский водоканал». На каждой линии стоит регулирующий клапан, который в обратной связи со сходомером как раз представляет точнейшую дозу. То есть сходомер позволяет до 1 литра в час точности дозирование. То есть у нас диапазон от 30 до 50 до 100 литров. То есть зависит от показаний лаборатории. То есть именно саму ставку, которая здесь. И, соответственно, есть там операторское управление, куда это все выводится, откуда оператор может просто... Ну, соответственно, точная дозировка, она обеспечивает нормальное качество воды. Да, то есть именно соотношение влажное. Предварительная аммонизация улучшает общее качество питьевой воды, предотвращает образование опасных соединений, убирает неприятные запахи и улучшает санитарное состояние воды. Подобное оборудование предварительной аммонизации установлено теперь на всех водопроводных станциях Нижегородского водоканала. Это Новосормовская, Малиновая гряда и Слуды, которые обеспечивают водоснабжением на горную часть города. Посредством такой вот модернизации вложения средств, которые будут продолжаться дальше, будем обеспечивать поступательное улучшение качества воды, которое ведет дома нижегородцев. Сейчас завершаются пусконаладочные работы. Станцию запустят в ноябре. Служба информации Юлия Калинина.